Друзья, всем большой привет! Меня зовут Фил, канал Честный Блог. Похоже? Это самый новый смартфон от компании Apple, iPhone 14 Pro. Ну а конечно же, когда мы с вами говорим про iPhone, мы имеем в виду классные камеры. Компания Apple, зная это, встала на презентации, гордо сказала, в два раза улучшили основную камеру, в два раза улучшили фронтальную камеру, в два раза улучшили телевичок и в три раза улучшили широкоугольную камеру, сверхширокоугольную камеру. Ну что, можно порадоваться за компанию Apple, за тех людей, которые купят iPhone 14 Pro, потому что они наверняка будут получать кайфовые фотографии. И также порадуемся за компанию Apple, потому что только компания Apple умеет измерять фотографии разами. Инновации, настоящие инновации, типа, эта фотография лучше этой в два с половиной раза, а этот фотограф лучше этого фотографа в один и восемь раза. Чувствуете, да? Не, ладно, друзья, сори, нет, троллинг, троллинг, троллинг это не то, просто давайте, ну, улучшили, только улучшили волосы, давайте посмотрим вот эти две фотографии. Мы вчера с моей супругой Александрой поехали на закат, на Пинский залив. Я сделал вот эти два замечательных снимка. Погнали. Ну, что, смотрите, да? Что скажете? Как вам? Одна фотка сделана на iPhone 13 Pro, вторая фотка сделана на iPhone 14 Pro. Помните, да, в два раза компания Apple сказала, что улучшила. Ну, в целом, вы видите, да, фотографии? Что можете сказать? Ну, я вижу, что одна такая более цветная, как будто бы там и задний фон выраженный, и такая, как будто бы она более, ну, приятная на взгляд. Вторая такая более серенькая какая-то, какие, знаете, такие белесые части, да? Ну, что, виду, такая компания Apple постаралась, ну, проапгрейдила. А нет, дело в том, что вот эта цветная фотография, это как раз-таки iPhone 13 Pro. А вот эта белесая, серенькая фотография, это iPhone 14 Pro. Сейчас я вам покажу еще фотографию из телевичка. А, нет, стоп, друзья, важная информация, пока мы с вами разгоняемся, да? Хочу сказать, что вы же наверняка хотите выиграть iPhone 14. У моего товарища, Сашки, с канала Польза нет, а в его телеграм-канале более 60 тысяч подписчиков, он там разыгрывает iPhone 14. Я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите. В принципе, если вы не подписаны на этот телеграм-канал, загляните, потому что там самые кайфовые цены, самые кайфовые предложения, что можно сейчас найти с Алиэкспресса, Яндекс.Маркета и так далее. Так что, если хотите по хорошим ценно покупать гаджеты, внизу оставляю ссылочку. Ну, и выигрывайте iPhone 14, я всем желаю удачи. Окей, теперь фотография на телевичок. Телевичок у нас тоже улучшили в два раза. Давайте смотрим фотографии. Видно изменения, да? Но вы, наверное, уже поняли логику мою. Ведь это серо-забеленная фотография сзади, это же iPhone 14 Pro. А вот эта фотография, у которой есть iPhone, и она такая сама более по себе яркая и более позитивная, это iPhone 13 Pro. Вот так вот компания Apple улучшила свои снимки ровно в два раза. Я не знаю, что ребят там, честно говоря, курят в капертино, но чувствую, что их хорошо торкнуло. Ну, окей, окей, окей. Может быть, компания Apple просто улучшила в два раза по отношению, например, к другим смартфонам. Давайте берем четыре телефона. iPhone 14 Pro 1, Galaxy S22 Ultra 2, Pixel 6 Pro 3 и iPhone 13 Pro 4. Смотрим на эти фотографии. Ну, что скажете? Есть какое-то ощущение, что компания Apple в два раза улучшила фотографию на своем iPhone 14 Pro. Есть ощущение? Понятное дело, здесь уже гораздо сложнее разобраться, где какая фотография, так что я вам показываю. Ну, как вам фоточки, а? Я выкладывал эти фотографии в Telegram-канале. Многие, кстати, отметили Samsung как лучшую фотографию. Типа на пикселе много обработки, iPhone там желтит, зеленит и так далее. Samsung, типа, справился получше. И я вот, честно говоря, друзья, не понимаю, как это компания Apple вот может так гордо со сцены говорить, что они улучшили камеру в два раза и ничего этого нету вообще. Где это улучшение? Короче, друзья, я уже двое суток хожу с этим смартфоном. Я уже его и нагрел. Он у меня уже и терял яркость. Я уже поделал большое количество фотографий с Galaxy S22 Ultra, с Pixel 6 Pro, с iPhone 13 Pro. У меня будут вот эти все видосы. Но сегодня я вам хочу рассказать свои первые ощущения и вот мысли. Давайте хейт теперь выключаем. Троллинг выключаем. Тротлинг оставляем, потому что тротлинг здесь будем. Троллинг выключаем. Короче, друзья, это iPhone 14 Pro. Меня зовут Фил, это Честный Блог. Погнали! Значит, друзья, iPhone 13 Pro раз, iPhone 14 Pro два. У меня совсем скоро на канале выйдет сравнение фото и видео возможностей этих телефонов. Я уже частично вам показал, да, интересные кадры. Но давайте тренашечку все-таки отложим. У нас сегодняшний герой это 14 Pro. Значит, смотрите, друзья, у меня нет никакого желания, вообще никакого желания заниматься, ну, как бы, сбором минусов этого смартфона. Нет, я хочу рассказать то, что я смог пережить за эти два дня. Те интересные моменты, с которыми я столкнулся. Вот, например, про фото я вам уже показал. Я хочу рассказать вам какие-то еще прикольные моменты, которые я заметил. Например, в какой-то момент у меня завис локскрин. Вы сейчас видите скриншотик. Вот просто он взял вот так вот и завис. Ну, бывает. Ничего страшного. И, в общем, друзья, давайте обо всем по порядку. Начнем, наверное, с внешности. Потому что, нет, давайте с внешности начинать не будем. Она ровно такая же, какой и была 13 Pro. Вы все прекрасно знаете. Единственное, 14 Pro стал весить немножко потяжелее. 206 граммов против 204 граммов. Ну, еще он стал потолще. 7,9 миллиметров против 7,7. А так, это все ровно то же самое. Этот дизайн зашел, по-моему, всем поклонникам компании Apple. Ну, так давайте, окей, большинству, также большинству Android-смартфонов сейчас делают смартфоны именно в таком же форм-факторе. Так что, окей, компания Apple угадала, сделала, молодцы. Хороший телефон, в руке держится тяжело. Ни в коем случае его не разбивайте, потому что задняя крышка из стекла, экран у нас стеклянный. Ну, соответственно, разобьется, будет очень дорого. Кстати, друзья, на YouTube-канале iFixit разобрали этот смартфон и выяснили, что он теперь стал самым ремонтопригодным за всю историю компании Apple. Ну, грубо говоря, все вот последние айфоны, они были самыми неремонтопригодными, а это самые ремонтопригодные. Потому что теперь можно снимать и переднюю часть, и заднюю часть. Вот так вот разбирать вот этот сэндвич и забираться внутрь и разбирать телефон. Чинить то, что сломалось, доставать, менять. Так что, это хорошо. В общем, про внешние части мы забываем. Единственное отличие у нас, по сути, это немножко более выпирающий блок камер. Ну и то, что старый чехол теперь не подходит на новый айфон. Точнее так, 13-й Pro, на самом деле чехол от 13-го Pro, натянуть на 14-й Pro можно. Но просто он немножечко такой где-то вылезает. А так в целом нормально. Я ходил, по крайней мере, с ним, дабы лишний раз не подвергать опасности этот телефон. Мне, кстати, очень нравится локскрин. И я могу сказать, что мне нравится, как компании Apple подходит к определенным деталям. Потому что обои, которые выкатывает обычно компании Apple, прикольные. И вы сейчас видите, у нас произошло переключение в Always On Display. Это то, чего так долго ждали, на самом деле. Точнее, не то, что ждали, да, а вот те люди, которые пользуются Samsung, Xiaomi и всеми остальными, они вот хейтели Apple за то, что у них нет Always On Display и подшучивали над ними. Ну что ж, компания была, выкатила свой Always On Display. Я могу сказать, что мне он нравится. Работает прикольно. Он не похож ни на какие другие Always On Display. Я так подозреваю, что теперь многие, кто из китайских производителей начнут делать тоже примерно такие Always On Display. И это, честно говоря, хорошо. Потому что, если посмотреть на Always On Display, большинство китайских смартфонов, они все абсолютно одинаковые. У них одинаковые картинки, одинаковые часики, одинаковая там перевернутая луна и так далее, и так далее. Все очень-очень одинаково. Xiaomi, Realme, всех остальных. Это как будто бы странно. У Samsung там немножко отличается. Но с каждым новым телефоном не выходит никаких новых, там, Always On Display, никаких новых анимаций и так далее. Ну, как бы минимум. Поэтому здесь компания Apple даст небольшой толчок всем остальным. Этот Always On Display никак нельзя изменить. Ну, как бы и не страшно. На самом деле, мне нравится. Я даже не стал обои какие-либо другие ставить, потому что выглядит прикольно. Надо сначала с этим обжиться, потом, может быть, что-то и поменять. Сама идея вообще мне очень понравилась. Просто смартфон немножко такой гаснет. И все. Прикольно. Еще одна штука, которая мне понравилась, это вот этот самый верхний динамический остров. И, знаете, в целом, мне это понравилось не потому, что это какая-то, ау, вау, инновация. На каких-то каналах говорят, вау, революция. Компания Apple вновь всех натянула. Свой недостаток сделала достоинством и так далее. Нет. Мне понравилось, что компания Apple сделала не как у всех. То есть прикольно, что ребята заморочились. Наверняка там была прям поставлена задача. Давайте сделаем этот вырез каким-нибудь таким, как еще никто его не делал. И вот компания Apple взяла, интегрировала туда различные анимации. Выглядит прикольно, симпатично. Наверное, немножечко притянута за уши крутость всего этого мероприятия. Потому что, грубо говоря, если бы такая штука появилась где-нибудь там на Realme, все бы такие, ну, как бы, ну, как бы анимация и все. Поэтому я бы сказал так. Это прикольная реализация и скрытие вот этого некого выреза, в который у нас прячется фронтальная камера и Face ID. Здорово, что заморочились. Опять же, таким образом, немножечко пнут всех других Android-производителей. Они тоже, может быть, что-нибудь придумают. Если реальная разница между этим вырезом и челкой, я бы сказал нет. Ну, то есть, если мы говорим о том, что она мешает просмотру видосов или она мешает тому, что ты играешь в игры. Ну, точнее так, кому она мешает? Она что так мешала в виде челки, что так теперь мешает в виде выреза. Поэтому, по сути, ничего не изменилось. Просто появился некий такой прикольный анимационный элемент. Будет еще здорово, если другие компании поработают тоже с этим элементом. Тем более, что компания Apple предоставила такие возможности. Так что будет интеграция и с другими программами. И это хорошо. Но вырез остается тем же самым вырезом. Поэтому челка, по сути, никуда не делать, просто сдвинулась вниз. Следующий момент касается экрана. Он классный. Ну, в общем-то, это все, что про него можно сказать. Он классный. У него очень небольшой шим. У него высокая частота. Поэтому, по сути, люди, у которых есть какие-то трудности шима, они в целом без проблем могут пользоваться этим экраном. У него хорошая яркость. Он раньше-то был яркий, а теперь стал еще ярче. Да? Тысяча нит в обычном режиме. Две тысячи нет при просмотре HDR-контента под солнцем. То есть, это прямо очень ярко. Только в этот момент мы должны понимать такую штуку. Две тысячи нет, вот яркость дисплея, это не полностью он весь становится вот таким ярким. А просто какие-то элементы, которые отображают HDR-контент, становятся такими яркими. Под прямыми лучами солнца. Короче, сделали хорошо и молодцы. Я, на самом деле, знаете, что скажу? Что очень хорошо, что появилась новая серия 14. Потому что, наконец-то, компания Apple выкатила свою iOS 16. И вы не знаете, что появилось? В ней появились проценты на аккумуляторе. Господи, это так замечательно. Я этого очень давно ждал, переживал. И большое спасибо компании было за эту инновацию. Не будем говорить о том, что это где-то там было и так далее. Не без разницы. Поставили, воткнули, молодцы, приятно. Allyson Display сделали и эту штуку тоже сделали. Если вдруг не знаете, где ее найти, смотрите. Заходим в настройки. Здесь у нас аккумулятор. Нажимаем вот заряд в процентах. Нажимаете, все, теперь заряд у вас отображается в процентах. А, еще одна штука прикольная прилетела. А теперь можно сделать так, чтобы у клавиатуры появилась виброотдача. То есть, когда вы нажимаете на кнопки, появилась такая приятная небольшая вибрация. Это тоже, кстати, надо включить. Вообще, все вот эти дополнительные фишечки, их надо включить. Если вы, грубо говоря, не посмотрели видео, где вам рассказали об этом, ну, сорян, тогда вы накатили себе новую iOS 16, а не понимаете, что не изменилось, потому что не включили фишечки. Я, кстати, думаю, может быть, сделать специальное видео, типа 20 самых кайфовых фишек, которые обязательно нужно включить. Настроек, да, обязательно нужно включить, когда вы себе покупаете там новый iPhone. Если такое видео нужно на канале, напишите, пожалуйста, об этом. Идем в звуки и тактильные сигналы. И вот здесь вот от клавиатуры нажимаем, здесь и звук, и тактильные сигналы. Все, нажимаете, теперь вы по-настоящему прокачали себя. Красота! Но не стоит, друзья, забывать одну такую штуку. Здесь у нас стоит новый процессор, A16 Bionic. Самое главное, что он мощный, и он нагревающийся. И он нагревается, помните в прошлом году, что происходило, когда нагревался A15? У вас падала яркость экрана. То есть, когда вы едете на машине, я этот пример постоянно рассказываю, потому что это прямо очень наболевший пример. У вас этот iPhone находится где-то на торпедах, на него светит солнце, он нагревается, включен навигатор, и вот у тебя навигатор гастит. И ты прямо не видишь, куда ехать. И вот ты едешь со схожестью 130, и тебе надо быстренько сообразить, что происходит с твоим телефоном. Ну, мало того, тебе надо решить проблему, что же сделать от того, что телефон нагрелся. Короче, друзья, телефон греется. Грелся как раньше, греется и сейчас. Греется при простых задачах, типа, например, ты включил загрузку фотографий. Или вот ты скачиваешь какое-нибудь приложение, там, игру Genshin Impact. Все, прямо чувствуешь, он нормально так нагревается. Ну, а когда начинаешь играть в Genshin Impact, 8-10 минут, яркость падает. Через какое-то время начинаются легкие просадки FPS, а впоследствии у нас еще смартфон нагревается где-то до 50 градусов. Короче, это прямо горячо, горячо, как в лучших традициях Asus, Sonic, на Snapdragon и так далее. Так что это совершенно не игровой смартфон. Он, безусловно, супербыстрый. Знаете, как Porsche, например, или там, как Formula 1. У тебя очень быстрый болид, у тебя очень быстрый мотор. Но когда ты отъездил гонку, мотор мы в утиль. Потому что все, он уже закончился. Ну, или там его пересобирает, не знаю, что с ним делают. Я, кстати, был как-то на гонках Formula 1. Это была Венгрия, и там было очень громко. Традиционно хочется похвалить компании Apple за то, как работает аккумулятор. Потому что уже в несколько последних поколений айфонов очень хорошо все с аккумулятором. Настолько хорошо, что Android смартфон, Android флагманы совершенно не могут дотянуться до этих результатов. Точнее так, я бы сказал вот прямо вот сейчас, вот Snapdragon 8 Plus Gen 1, например, на Realme, у меня вытянул 8 часов работы экрана. Такого у меня в жизни никогда не было. Потому что все Samsung, Xiaomi и Realme ранее всегда вытягивали там 4-5 часов работы экрана. Сейчас получилось 8. Так что, думаю, новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 как раз-таки может немножко изменить эту ситуацию. Но все равно компания Apple прямо очень хорошо тянет. Прямо хорошо они работают, и ты без проблем можешь пользование смартфона растянуть на день, на полтора, может быть даже на два. Да, тут прямо вот так вот. И за это хочу сказать компания Apple спасибо. Даже несмотря на то, что не кладут зарядку, и они вообще всю эту кашу с зарядками замутили, даже несмотря на то, что тут не сильно быстро зарядка, и вы свои полтора часа все равно будете заряжать этот смартфон, даже несмотря на то, что у вас нету обратной зарядки, да, которая есть у всех Android флагманов, кроме iPhone, чтобы положить сверху часики, наушники и зарядить. Вот все это, я бы сказал так, нивелируется тем, сколько работает смартфон. Соответственно, это у нас версия Pro, если бы здесь была версия Pro Max, он бы еще дольше работал. Полтора-два дня можно вытягивать, это круто. По звуку давайте я не буду сейчас рассказывать, что он стал класснее или интереснее, давайте мы послушаем вместе с вами в сравнении с 13 Pro и в сравнении с Galaxy S22 Ultra. Я, кстати, вам поставлю свою новую композицию, если она вам понравится, обязательно перейдите по ссылочке, там поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно. В общем, прямо сейчас слушаем, как же звучат телефоны. Ну что, друзья, как вам звучание телефонов? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Можно ли сказать, что iPhone стал лучше по сравнению с 13 Pro и можно ли сказать, что он звучит лучше, чем Galaxy S22 Ultra? Напишите, пожалуйста. Вообще, в целом, быстродействие, конечно, абсолютно не изменилось, потому что оно было быстрым и оно осталось быстрым. Анимация. Она плавная, но она медленная. Мне, честно говоря, нравится, как анимация реализована, например, на Realme или на OnePlus. Она более быстрая и это прикольно работает. Ну, в айфонах тоже, честно говоря, можно изменить анимацию, так что в этом особой проблемы нет. В зале поменяли. Вы вообще заметили, насколько айфон стал более кастомизируемым смартфоном? Раньше там ничего нельзя было делать. В погоне за Android смартфонами с развитием операционной системы появилось большое количество разных фишек, которые можно попереключать. Прямо в какие-то моменты настройка стала очень глубокая. Так что это интересно. Совершенно не хочется в очередной раз говорить о том, что, блин, не поменяли Lightning. Вот это все осталось. Ну, да, они поменяли Lightning. Ну, как бы, ну, блин, ну, да, вот такая ситуация. Я думаю, что вот эта ситуация с Lightning, на самом деле, она более-менее сложная для тех людей, кто реально снимает прорез видосы на свои айфоны, потом все это дело по проводу перетягивает на компьютеры. Но вот единственное у этих ребят, наверное, сложности. У всех остальных, но в целом-то живут и нормально. Большинство людей, как мне кажется, вообще по проводу, в принципе, не гоняют файлы на свой компьютер. Тем более, что есть AirDrop, который тоже работает неплохо. Хотя, опять же, можно много всего интересного найти в интернете по поводу того, как работает AirDrop, и где там сложности и так далее. Я могу сказать, что меня эта тема особенно не парит. Вот есть этот Lightning и есть, и бог ты с ним. Я больше, конечно же, обращаю внимание на камеры. И именно поэтому сегодняшний рассказ про iPhone 14 Pro я начал с камер. Ну, потому что мне показалось, что это является такой, как бы, трейдмарк от компании Apple. Вот, типа, классные камеры, классное видео и так далее. Значит, смотрите. Во-первых, iPhone 13 Pro и iPhone 14 Pro я делаю обязательно большое фото-видео сравнение совсем скоро на моем канале. Также, совсем скоро на моем канале сравнение с пикселем 6 Pro, с Galaxy S22 Ultra. Я думаю, может быть, стоит сравнить еще с Xiaomi, что вы думаете, да, 12S Ultra. Можно это сравнение сделать. Можно сделать сравнение с OnePlus'ом. OnePlus 10 Pro можно сюда воткнуть. Можно еще какой-нибудь смартфон воткнуть. Можно, знаете что, можно взять какой-нибудь Apple прошлых поколений, не может быть, не 11 даже, может быть, десяточку, а может быть, еще пораньше, ну, там, где были портретные режимы, да, чтобы можно было посмотреть на развитие, насколько улучшилась фото-видеосъемка в сравнении там вот с каким-то более-менее древним смартфоном. Если им нужно это сделать, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. В целом, вы все прекрасно знаете, камеру действительно немножко прокачали, она стала 48 мегапикселей. При этом, чтобы эти 48 мегапикселей включить, нужно зайти в специальную менюшку в разделе камеры и там их включать. Но в любом случае, если вы делаете просто фотографии, то эти 48 мегапикселей объединяются в 4, получается те же самые 12. Собственно, то же самое, как и на Android смартфонов. Большинство YouTube-каналов, которые рассказывают про камеры смартфонов, особенно в сравнении с 13 Pro, в основном рассказывают о том, что стало лучше. Я свое видео начал именно с рассказа про камеры, и меня удивило то, что iPhone 14 стал фотографировать на самом деле в какие-то моменты странновато. Но я заметил одну очень важную вещь, которую, слава богу, компанипл улучшила. Это работа светлых частей и темных частей на лице. То есть люди, которые более-менее в теме фотографий, которые делают iPhone, Samsung и все остальные, они знают, что iPhone немножко делает блинное лицо. То есть оно его делает немножко плоским. Софт iPhone вытягивает тени, за счет этого у нас пропадает вообще объем. Потому что объем, по большому счету, появляется именно тогда, когда у нас на лице есть тени. Именно поэтому фотографы не любят вспышки на телефонах, потому что вспышка освещает твое лицо вот так вот, и теней никаких нет. Гораздо лучше, когда свет падает вот так вот. У тебя, соответственно, появляются тени, нос, глаза, все остальное прорисовывается, детальность лица и появляется его объем. Так вот, компания Apple наконец-то поработала над этим моментом и по сравнению с тренажкой стала делать прямо лучше. Вот я вам сейчас показываю фотографии. Вы можете обратить внимание, что на лице моей супруги Александры как раз-таки появились более светлые части и более темные части лица по сравнению с тренажкой. И это хорошо. Вот за это хочу компании Apple сказать спасибо. Давно надо было это сделать. Хорошо также, что закатили сюда экшн-мод, да? В обзорах на других техноканалах, опять же, сравнивают с Самсунгом. И Самсунг, честно говоря, проигрывает в этом режиме. Во-первых, для того, чтобы все было хорошо, нужно большое количество света, нужно бегать именно днем, чтобы получалась прямо прикольная картинка. Ну и Самсунг в этом моменте проигрывает. Поэтому я сейчас показываю в сравнении не только с Самсунгом, но также и пикселем. Потому что пиксели тоже есть очень классная стабилизация, стабилизация, которую тоже можно отдельно включать. И она тоже, кстати, называется экшн. В общем, вы сейчас видите это сравнение. Что думаете? Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. В целом, можно сказать, конечно же, камеру проапгрейдили, и дальше будут прилетать различные фиксы. И, возможно, вот та проблема, с которой я начал сегодняшний рассказ про этот телефон, она куда-то уйдет, и все-таки не будет таких белесых задников и так далее. Но важный момент все-таки это не в два раза, как написала компания Apple. Не в два раза ширик, телевик, ультраширик в три раза. Нет. Нет и еще раз нет. Мне прям вам сложно передать эмоции некоторых людей, моих друзей, которые говорят, ну посмотри, Филипп, мы посмотрели презентацию, там компания Apple показала такие фотографии, сказала, что улучшила просто охрененно все. И мне настолько как бы грустно на самом деле и за компанию Apple, за то, что она вводит в заблуждение людей, и грустно за людей, за то, что они так легко поддаются вот такому рекламному воздействию. Да, безусловно, обработка стала интереснее, но не в два раза, это точно. И желательно вообще качество фотографий не мерить разами. В общем, друзья, мне кажется, что вот все основные аспекты, которые есть в этом телефоне, я обозначил. Стоит ли переходить с 13 на 14? Ну, конечно же, нет. Вообще нет никакой необходимости, особенно сейчас, на данный момент, переходить с 13 на 14. Я бы сказал, из 12 особенно-то тоже куда-то бежать в сторону 14 не нужно. Если есть деньги, если есть бюджет, пожалуйста, тем более, что сейчас по хорошим ценам и в цифрусе можно приобретать смартфоны. Есть нормальный курс, есть нормальные поставки, так что я внизу оставляю ссылочку на айфоны. Но в целом, наверное, так. Если у вас вот есть 11 и раньше, вот тут вы прямо почувствуете наверняка разницу. И 120 гердисплей, и классная камера, и телевичок тройной, и так далее, плюс, конечно же, автономность, быстродействие, и так далее. Здесь вы наверняка почувствуете вот этот мощный прорыв, а не от 13 к 14. Собственно, на этом все, друзья. Я начинаю готовить большие фото-видео сравнения телефонов. Я уже вам об этом рассказал. Думаю, что надо записать какое-нибудь видео типа 20 самых прикольных фишек, которые надо обязательно включить, когда вы начинаете пользоваться айфоном. Может быть, сделать сравнение айфона с каким-нибудь андроид-смартфоном. Я имею в виду сравнение прямо сайд-бай-сайд, да? Там с Samsung Galaxy S22 Ultra и так далее. Подумаем. В любом случае, контент, конечно же, будет. Его будет достаточно количества, чтобы вам было интересно. Фил, это Честный Блог. Не болейте. Всем вам счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok